Утро на Болткоме Всем говорим доброе утро. Начинается утро на Болткоме. Сегодня у нас 7 января. И всех православных поздравляем с Рождеством. У нас такая удивительная страна, которая... Ну вот благодаря, может быть, это большое достоинство того, что мы все такие разные, отмечаем зимние праздники на протяжении практически всего месяца. Еще впереди у нас будет и Старый Новый Год. Вот сегодня с Рождеством Христовым всех тех, кто отмечает этот праздник. 7 января. Также сегодня все поклонники Николаса Кейджа могут поздравить своего любимого актера с днем рождения. Я даже сейчас не буду вычислять, сколько ему лет, но за 50 так уже. И, кстати, в этот день родился Кристиан Лабутен, дизайнер популярной обуви, Льюис Хэмилтон из «Формулы-1». И один из моих любимых писателей, вообще вот деятелей таких общественных, Джеральд Даррелл, который открывал зоопарки, занимался сохранением диких животных, ну вот пытался спасти их от вымирания и сделал очень много для дикой природы. Ну а мы сегодня поговорим все-таки, ну я понимаю, что дикая природа для нас сейчас может быть недоступны, экзотические какие-то места. Мы живем в таком особом режиме, ждем вакцинации. И вот обо всех, может быть, проблемах нашей страны, о том, что сейчас происходит, мы поговорим с членом правления партии для развития Латвии, Эдгар Сьяунумс, у нас на прямой связи. Здравствуйте, доброе утро, господин Яунумс. Доброе утро. Я думаю, что, наверное, начнем мы с главного события. Все-таки это отставка госпожи Винкеле с должности министра здравоохранения. И то, что вот партия для развития ЗА выдвинула на должность министра, лидера фракции политического объединения в Сейме Даниэля Павлюца. Вот как вы оцениваете это назначение, вообще какие шансы? И что для вас вот все-таки отставка Винкеля не означала ли это какой-то, ну, проблемы в правительстве? Ну, скажем так, мы считаем, что господин Каринч с демиссией госпожи Винкеле поступил как-то довольно странно. И вопрос даже не в том, имеет ли право премьер увольнять министров. Конечно, имеет. Но в такой ситуации, какая сложилась два дня назад, когда эта ситуация началась, мы считаем, что господин Каринч не то, что искал бы какие-то, ну, скажем так, варианты улучшения работы Министерства здравоохранения, но, в принципе, начал искать якобы виновного. Есть рейтинги, которые показывают, что у господина Каринча проблемы с рейтингом. Есть партийные рейтинги, виновные, которые показывают, что, несмотря на то, что кризис, и, в принципе, латвийское общество в кризисе, в принципе, ну, имеет такой очень, ну, в истории такой доверие к правительству. У нас в кризисах правительства не менялись, да, у нас нет такой традиции, да, но бенут и воспитывают большие политические проблемы. И мы считаем, что господин Каринч просто использовал эту ситуацию, чтобы как-то отвести, если так можно сказать, стрелки от себя, да, и вот начал искать политически виновного. И если это так, тогда, извините, в кризис, там, самый момент там кризиса, пик кризиса заниматься с такими политическими играми, да, а не с тем, что действительно, по сути, улучшать работу Минздрава и других ведомств, да, для нас казалось очень плохим прецедентом. Потому что, ну, знаете, что пройдет полмесяца, ситуация не улучшится, и господин Каринч, следует, что будет искать, и так будет отводить стрелки от себя долгое время. Ну, это случилось. Мы свое мнение публично высказали. Мы показали с нашей стороны от объединения, что внутри мы никакие игры не играем. Сразу, очень, в принципе, быстро приняли все решения, виднули кандидатуру политически опытного человека, который уже раз, в принципе, в ситуации кризиса выполнял, значит, должность министра, в то время министра экономики, да, он лидер партии движения «За», он лидер фракции, значит, опытный политик, у которого, ну, в принципе, не нужно время для разбежки. Но вот сразу возникает вопрос, нужен ли человек на посту министра здравоохранения с медицинским образованием, опытом работы в медицине, или это политическая должность? Нет, ну, это, по-моему, всем ясно людям, которые занимаются политикой, которые следят за политикой, что даже больницу не нужно руководить медикой. Медику нужно руководить, в первую очередь, операцией. Вот там не нужно лидть ни экономистам, ни финансистам, ни политикам, не дай бог, да. А руководящие должности – это не медицинские должности, да. То, что бывает в случае, что и в политике бывают люди с медицинским образованием, да, и бывают способны, конечно, так же, как финансисты, так же, как юристы, так же, как люди очень разных профессий. Но это пост политический, во-первых. Во-вторых, действительно, пост руководителя. Да, в этой ситуации нужно заниматься, в принципе, скардином. С координацией, извиняюсь, вы меня слышите? Да, 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 слышим все. Значит, с координацией и так далее. И, конечно, с политической повесткой. Разговаривать с обществом, да, с разными институциями, да, искать варианты, почему у нас что-то не настолько быстро происходит, как надо было бы, или как в других странах, например, с вакцинацией, да, и так далее, и так далее. Это чисто политический пост. Вот как раз по поводу разговоров с общества сейчас мы поговорим. И, кстати, по поводу разговоров. У нас телефоны-то работают в студии 67212-93.9, 67213-93.9. Я напомню, что с нами на связи член правления партии для развития Латвии Эдгар Сьяунопс. Вот эти разговоры с обществом, как вы считаете, многие все-таки, с кем мы общаемся, бывают недовольны и, скорее, не понимают, может быть, иногда логики решения правительства, которое ограничивает, например, работу магазинов непродовольственных, и меняются группы товаров, которые можно купить. Ощущение такое иногда бывает, что хаотично принимаются решения, они непонятны для общества, и нет человека, который бы коммуницировал с обществом и объяснял, что да, вот мы сделали так, потому что нужно это, это и это. То есть часто бывает, что люди выстраиваются, запрещают торговлю алкоголем, например, в выходные дни, и из-за этого толпы людей штурмуют буквально алкогольные магазины в пятницу, и это приводит к прямо противоположным мерам, потому что вроде бы это должно быть, чтобы люди не собирались вместе, но они, наоборот, собираются вместе. Ну, знаете, с одной стороны, я не хотел критиковать правительство, потому что наша партия входит в правительство, и в этих решениях принимает участие. Но, с другой стороны, я действительно считаю, что это и показывает, что у нас, в принципе, ну, премьер-министр как-то потерял, если так можно сказать, ну, ситуацию, да, вот это, ну, то, что вы все объяснили, это вопрос координации, координации разных ведомств, да, и Министерство здравоохранения только одно ведомство, да, Министерство экономики и других, да, которые все идут с предложениями, исходя из ситуации, да, если у нас, значит, еще нужны какие-то там ограничения, там приходят разные министерства, разные ведомства своими предложениями, да, и премьер-министр, ну, та политическая персона, которая должна в этой ситуации разобраться, да, во-первых, да, что делаем, да, приходить, значит, с предложениями, исходя из тех предложений, которые подали, и потом уже заниматься, значит, в принципе, с тем, чтобы, ну, обществу объяснить, да, это уже не функция пресс-секретаря, да, потому что здесь нужно очень высокое планка доверия, да, и здесь функция премьер-министра, и я действительно считаю, что с этой, ну, с этими объязненностями, если так можно сказать, господин Каренч справляется, справляется довольно слабо, особо в последнее время, ну, вот такое-такое ощущение есть, но, с другой стороны, может быть, и весь этот кризис, который сейчас вот случился на этой неделе, из-заставка, значит, с демиссией министра здравоохранения, очень возможно, что этот кризис и позитивно повлияет на правительство, в том числе, например, министра, будет такой, ну, маленький рестарт ситуации, да, все-таки в правительство войдет новый член, значит, опытный политик, который тоже повлияет там на какой-то внутренний расклад, я на эту ситуацию, ну, я всегда в таких ситуациях ищу, если так можно сказать, такой серебряный, да, маленький позитивный аспект, да, и в этом я, ну, вижу, что есть возможность рестарта для правительства, ну, я с вами согласен, и это, это, это даже не там вопрос моего согласия с вами, да, это, в принципе, показывает и все рейтинги правительства, очень-очень низкий, и это не с начала самого кризиса, это даже не в летом, и не в начале осени не было, это вот появляется именно сейчас, в течение последних месяцев с ноября, показывает, что с руководством правительства, что, ну, работая правительство, есть проблемы, как минимум, общество не понимает, что правительство делает, но и, возможно, есть действительно довольно большие ошибки, и здесь, конечно, премьер-министру не нужно только заниматься тем, чтобы придумать, как отвезти стрелку от Сибири, но и нужно думать, что и в его работе, в том числе в работе его ведомств, не так идеально, как бы, как надо было бы. Ну, вот мы, по-моему, даже вчера или позавчера на радио сосчитали, что пять ведомств занимаются, ну, вот, если человек прилетает, возвращается в Латвию из командировки, предположим, сразу пять ведомств им занимаются, СКДС, Министерство здравоохранения, МИД, и вот все они, вот, когда мы хотим получить подробную информацию, что делать человеку, вот, в случае, чтобы получить разрешение, ну, вот, пройти тесты на COVID, где это можно сделать для того, чтобы нужно ли соблюдать самоизоляцию, где и как, и все пять ведомств футболят по кругу друг друга, вместо того, чтобы, ну, вот, была какая-то четкая координация, был какой-то человек, который бы собирал всю информацию из этих ведомств и мог дать четкий ответ на вопрос. Я с вами согласен, ну, я думаю, вы согласитесь со мной, что это точно не вопрос Министерства здравоохранения, да, это точно не вопрос министра здравоохранения, который должен заниматься с координацией в больницах и с вакцинацией и так далее, да, это вопрос других ведомств, это вопрос, которым должен заниматься премьер-министр, да, назначать, я не знаю, другого какого-то члена правления, чтобы у него это был приоритет, да, но этого мы тоже не видим, да, И я думаю, что премьер, этого чувствуя, в принципе, позавчера начал процесс, чтобы такие вопросы не появились насчет его работы. Я действительно в этом уверен, что это не вопрос того, что там какие-то проблемы у него сработаться с госпожой Винкелой были и так далее. Это действительно такой очень, ну и можно сказать, цинично-политический ход от партии Венот и господина Каренча лично. Вот спрашивают наши слушатели, они пишут нам в WhatsApp, Пуца, Винкель и теперь Шуплинска, затянувшаяся в чрезвычайной ситуации. Не говорит ли это о правительственном кризисе? Не может ли это привести к отставке правительства? Спрашивают они. Ну, трудно сказать, конечно. Я считаю, что это было бы очень плохо, потому что правительству, может быть, и нужен рестарт, как я сказал, да, и, возможно, вот эта ситуация таким рестартом и сможет стать. Но я просто не вижу других комбинаций в этом парламенте, да, и в этой ситуации, когда, конечно, ну, работа не может ждать каких-то кольционных переговоров и так далее, и так далее, да. Я просто не вижу, что эта ситуация, ну, что ситуация станет намного лучше, например, там, если те же партии или плюс-минус там одна будут создавать другое правительство. Я просто не верю. Я думаю, что мы бы в целом ситуацию, ну, насчет сферы борьбы с пандемией сделали бы в стране хуже. Ну, то, что есть всякие, ну, то, что такой ход от господина Каринча правительство не делает сильнее, а слабее, это факт. С этим я согласен, но я надеюсь, что это не приведет к отставке всего правительства. А вот как отразилось на партии самого для развития «За» вот эта история с господином Пуце? Насколько вот, ну, партия поддержала, осудила, и сейчас какая обстановка? Нет, мне считают, что господин Пуце сам себя очень осудил. Он ушел, значит, в отставку от поста министра, он ушел в отставку с поста председателя партии, да, вернулся в парламент, работает, как сказать, даже не лейтенантом, если так можно сказать, да, а сержантом, если такую метафору я могу привести, ну, в партийном аспекте, да. И он себя, во-первых, сам осудил, во-вторых, ну, партия на эту ситуацию смотрит как, ну, на такую, которая нас к чему-то учит, да, что даже маленький такой, с одной стороны, если можно сказать, неправильный ход, да, может привести к серьезным политическим последствиям и к отставке действительно очень хорошего министра, министра, который за рекордные сроки сделал реформу о самоправлении, да, и несмотря на все это, он должен уйти в отставку. Это показывает, что наша страна демократичная, что мы намного ближе к скандинавскому такому примеру, да, нежели нам иногда кажется. Это хорошо, это хорошо. Несмотря на то, что правительство потеряло действительно хорошего, эффективного и умного министра, что немаловажно. Вот если вернуться к теме уже медицины, сейчас буквально пришла вот новость о том, что новая вакцина Moderna одобрена для использования в ЕС, и мы знаем, что в Латвии будет две, ну, закуплены сейчас две вакцины BioNTech и Pfizer, есть еще вот российский спутник V, и вот возникает вопрос, может быть, у людей, что будет дальше вот с этим обилием вакцин, какие вакцины более эффективны, какие менее эффективны, поскольку, ну, вот госпожа Винкеле говорила о том, что закупка, скажем, одной вакцины там приоритетит больше, чем другой, объяснялась ее больше дешевизной, ну, были свои факторы. Вот не привезет ли это к тому, что будет какое-то, может быть, ну, у людей недоверие или желание прививаться какой-то одной определенной вакциной? Будет ли какая-то, ну, разъяснительная работа, объяснение, почему именно это, а не эта вакцина предлагается? Я очень надеюсь, что будет, но я думаю, что правительство, на что это, конечно, работает, я с вами очень согласен насчет того, что это важно, мы даже не можем представить, вот в это время там какие-то, не знаю, дискуссии в Твиттере могут вызвать действительно довольно большие волнения в обществе, да, это все довольно, не довольно, а очень важные вопросы, которые вы зацепили, так что это действительно должно быть приоритетом и нового, ну, это действительно приоритет должен быть новым министром здравоохранения, да, потому что, потому что это действительно вот конкретная его сфера. Это очень важно, потому что, потому что мы, конечно, видим, что всякие фейк-ньюс могут вызвать такие большие волнения, что иногда даже удивляться, но это факт, да, и если это факт, значит, лучше как-то уже заранее к этому готовить. Если, скажем, человек, который вакцинировался, например, российской вакциной, приезжает в Латвию, будет ли она признаваться, если она, скажем, вызывает еще какие-то сомнения в ВОЗ, вот эти все какие-то моменты, которые тоже, может быть... Это действительно хороший вопрос, я не знаю, я вам честно отвечу, я не знаю, я надеюсь, что, кто знает, может быть, даже сегодня есть возможность утвердить, если премьер-министр занесет кандидатуру министра в парламент, сегодня утвердить министра, это, конечно, вопрос нового министра, я в такие нюансах, в нюансах этот вопрос не знаю, но это важно. С другой стороны, к нам из России не так уж легко сейчас приехать, как вы понимаете. Так что это в любом случае невозможно, не будет таким большим, ну, каким-то вопросом. Но я с вами согласен, всякие такие маленькие, якобы маленькие вопросы важные, но я не могу ответить, это нужно задавать специалистам или от Минздрава, или новому министру. Темпы вакцинации, многие вот говорили о том, что, ну, вот заявленные темпы, они отстают, вот насколько важно вакцинировать ли все население или в первую очередь группы риска, вот эти вот моменты, насколько, как вы считаете, должны быть... Во-первых, это не вопрос какого-то выбора нашего, это вопрос объема вакцин. Если мы смотрим на объем вакцин, который нам доступен, тогда ясно, что никакой абсолютной вакцинации всего общества невозможно. Нет такого объема вакцин на момент. И в этой ситуации, ну, это ясно, что нужно идти по каким-то приоритетным группам. Это правительство приняло такое решение и выбрало эту дорогу. Я думаю, что эта дорога правильная. Насчет темпов. Ну, знаете, мне тоже якобы есть ощущение, что темп довольно якобы условно медленный. Что нет такого рывка, если так можно сказать. С другой стороны, ну, поймем, нет и у нас никаких традиций. Я здесь часто слышу пример, например, Израиля. Да, ну, нужно понять, это немножко другое государство. Такое государство, которое все время, в принципе, военная ситуация. Да, там абсолютно другая мобилизация, ну, общество, население, да, и так далее. Другие традиции, системы выработанные и так далее. Так что этот пример приводить, ну, абсолютно неадекватно. Если мы смотрим на европейские страны, там по-разному. Ну, например, если не ошибаюсь, Голландия только завтра начнет вообще вакцинировать. Да, так что, знаете, ну, сказать, что мы самые плохие, что все упустили, да, все, ну, невозможно. Можно ли было сделать бездельно? Наверняка. Слышит ли критику этого темпа специалисты медздрава? Я уверен, да, так что я считаю, что мы особо не опоздали. То, что показалось, то, что мы увидели, да, что вот опыта нет, да, и вот эти первые шаги были действительно такие немножко, ну, ну, скажем так, не парлиц, может. Да, ну, я считаю, что точно система с этим справится. Ну, а насчет, а насчет там этого, ну, по приоритетным группам или нет, я считаю, что все-таки важно, если условно вакцина дефицит. И в этой ситуации вакцина дефицит, потому что объема не хватает для всего населения. Я считаю, что правильный подход такой, который выбрала, и не только наше правительство, да, там полмыря такой подход выбрал. Ну, вот мы видим, что очень тяжело все-таки вторая волна отражается на психологическом состоянии людей. И мы это чувствуем по звонкам в студию, потому что люди устали, ну, вот от этих ограничений. Может быть, то, что они не соблюдают очень часто какие-то правила и ограничения, говорит о том, что, ну, это очень психологически сильно давит. Ну, а тем не менее, вот буквально недавно господин Перевозчиков призывал не смягчать вот эти ограничения, введенные из-за ковида, и предупреждает, что вот, ну, количество госпитализированных пациентов сейчас приближается, ну, уже вот превысило даже критически, и мы можем оказаться в очень, ну, опасной ситуации, когда практически врачи работают на грани истощения. Вот как вы считаете вот эти ограничения? Есть ведь, многие выражают сомнения в том, что, может быть, их стоило бы немного продумать, именно делая ограничения в тех областях, где больше риск заражения, потому что, ну, вот невозможно всех рассадить по домам, и полностью прекратить любую какую-то жизнедеятельность. Вот как найти эту разумную середину, и как, главное, людей убедить, соблюдать? Ну, знаете, знаете, мне кажется, что мы эту какую-то там, эту середину ищем, и не идем по этому жесткому пути до сих пор. И в этом часть общества даже упрекает правительство, да, что все опоздали, нужно было все раньше, да, жестче и так далее. С другой стороны, значит, у нас пример Литвы, да, вот там был очень либеральный подход, и мы видим, к чему это привело, да. Один факт, что там намного больше зараженные, другой факт, что там действительно вся больничная система уже там, в принципе, остановилась почти, потому что нету ресурсов больше, да. Так что, ну, я доверяю специалистам, я считаю, что господин предположитель понимает, что говорит, да, я думаю, что это очень правильно, что вот здесь функция политика, да, в принципе, пробивать, что приняли предложение специалистов, вот в этом аспекте, да, какие ограничения нужны, какая у нас эпидемиологическая ситуация и так далее. Вот здесь политик должен быть как такой человек, который пробивает, чтобы другие политики из-за своих каких-то политических интересов, да, не поменяли, да, там, не сыграли на популизм и так далее. Вот здесь функция политика такая, да, здесь я считаю, что не нужно пересматривать предложения специалистов, да, а их просто ложить на стол, да, и потом уже убеждать общество, что не всегда, может быть, хорошо им умеет медик, что нормально, это не его функция, да, убеждать общество должен быть политик, рассказывать, да, почему вот именно сейчас нам нужно делать этот шаг, да, и сколько долго мы будем идти по этому пути и так далее. Я считаю, что у нас все-таки ситуация намного лучше, чем в Литве, это показывает, что мы все-таки успели, да, может быть, даже немножко опоздали, надо было уже в конце ноября довольно быстрее идти к каким-то серьезным ограничениям, да, сделали позже, окей, да, но сейчас, если специалисты говорят, что нам нужно продолжить эту ситуацию, этот режим, тогда я считаю, что нужно продолжать. Доброе утро, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Даже медики, которые имеют право доступа первой руки, прививаются частично, очень много, ну, 30-40%, не меньше, колеблются и не хотят прививаться вследствие непонятных причин, какой-то боязни. То есть, мое мнение, что нету разъяснения даже нам, простым людям, действия вакцины на основании чего, чем одна отличается от другой. Даже формула, там, допустим, новая формула совершенно, которая отработана, или старая формула на основании. То есть, нету беседы. Да, спасибо. Я понял вопрос, спасибо, да. Ну, вот, действительно, люди волнуются, потому что говорят, что если даже медики, ну, вот, многие боятся прививаться, потому что ходят разные слухи, господи, там, там, это можно стать бездетным, или что-то еще какие-то там всякие теории страшные гуляют по интернету, и люди, ну, может быть, отсутствует информация. Да, да, здесь очень много чего улучшать, я с вами согласен. Ну, опять, ну, с этой проблемой сталкиваемся не только мы в Латвии. С этой проблемой сталкиваются там страны поопытнее в демократическом процессе Европы и мира. Да, это реальная проблема. Мы видим, как эти все современные медиа и так далее, они намного усложнили вот такие-то борьбу с такими пандемиями и так далее. Потому что, я говорю, любой человек может сделать какую-то волну в соцсетях, что-то сказать, да, которое, что там может на 100% быть неправда, да, и это уже живет своей жизнью, да. Я не уверен, вот ваш слушатель звонил, говорил насчет процентов, 30-40% медиков. Я что-то не уверен, что процент такой большой. То, что, в принципе, есть какие-то медики, какая-то часть медиков, которые действительно тоже считают, что не нужно никогда вакцинироваться ни от гриппа, ни от чего другого. Я знаю, у меня самого знакомые такие медики. Ну, странные же люди. Есть люди, которые антибиотики не употребляют, да. Я вообще считаю, что антибиотики – самое великое изобретение прошлого века почти, да. Я извиняюсь, да, там от разных болезней умирали там люди, как только изобрели антибиотики, в принципе, там смертность уменьшилась до 99% этих болезней, да. Но есть люди, все еще у нас, да, которые считают, вот антибиотики я не буду там употреблять, потому что это заражает мой организм. Ну, привет, да. Ну, что можно сделать? Может ли правительство, правительственные ведомости, что-то делать, чтобы эта информация была лучше, больше? Конечно, однозначно, и там много чего не сделано. Но век у нас такой странный из-за этих соцмедиа, век у нас странный. Нет таких медиапространств, нет таких однозначных лидеров, однозначных авторитетов. Каждый сам себе может стать звездой в медийном пространстве. Продолжаются звонки, 672-12-93-9. Я напомню, что член правления партии для развития Латвии, Эдгарс Яунупс, у нас на прямой связи. Доброе утро. Говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, господин Яунупс, где я могу, например, на латвийском сайте посмотреть составы всех вакцин, которые вы закупаете, прочитать на латвийском языке все результаты испытаний первой, второй, третьей ступени всех этих вакцин с описаниями последствий, которые наступили для тех, на ком испытывали эти вакцины, и убедиться в их безопасности. Или я вам должен верить на слово, просто потому что вы, господин Яунупс, мне, пожалуйста, точно не верьте на слова, но я и ответить не могу на ваш вопрос, потому что я не работаю в Минздраве и так далее. Есть Всемирная организация здравоохранения, в конце концов, да, наверное. Вот именно, это же не Латвия, значит, не проводила опыты вакцины и так далее, это Всемирная организация здравоохранения, так что я не могу ответить именно где, я думаю, что если вы напишете на Министерство здравоохранения или СПКЦ, вам ответят. Но это всемирные сайты и всемирные, значит, организации, которые с этим, ну, скажем так, с этим опасением борются во всем мире. Это абсолютно не уникально, эти вопросы абсолютно не уникальны только у нас, это во всем мире. У нас очень мало просто времени, а хотелось поговорить все-таки о деятельности партии у руля, который оказался у руля в Риге. Вот большие надежды, которые были связаны, насколько они, ну, оправдаются. Как вот, ну, мы видели, что какие-то первые рейтинги сейчас, которые пришли уже после избрания, они говорили о некотором снижении доверия людей, это то, что вот наступает после эйфории, когда нужно заниматься конкретными делами, которые могут кого-то не устраивать. Вы правы, это факт, да, что после большой эйфории там сразу следующие шаги уже там абсолютно другая ситуация. И особо в этой ситуации, когда у нас пандемия, когда бюджет снижается и все остальное, конечно, ситуация в руководстве Риги не такая уж, если так можно сказать, приятная и легкая. Да, потому что, с одной стороны, очень много и невозможно вообще делать в этой ситуации, лишь кому руководству, да, даже там с реформами заниматься намного труднее, да. Вообще другая повестка, да, не предвыборное, выполнение предвыборной программы, в принципе, помощь в борьбе с пандемией, помощь правительству, да, и так далее. Это другая повестка. Я думаю, что этот вопрос слишком рано задан. Я думаю, что вот в течение следующего года, ну, летом до осени, да, этот период, когда Рижская Новая Рокост, Рижская Дума может показать, да, эти, ну, как сказать, новое время, которое они привели в Рижскую Думу, да. Если нет, это может быть большой-большой проблемой для, в том числе, правительственной коалиции, потому что, ну, все-таки почти вся коалиция в Рижской Думе, это правительственная коалиция, да, там нюансы только. И 2022 год выборов в парламент не так уже далеко, да, я считаю, что в 2022 году этот вопрос будет избиратель смотреть в целом, да, работу правительства и работу новой Рижской Думы. Ну, на этот момент новая, на тот момент уже Рижская Дума, которая проработала два года. Так что это серьезные вопросы. Но на нынешнем этапе, когда прошли 2-3 месяца, плюс пандемия, я считаю, что, ну, трудно оценивать, в принципе, невозможно оценивать. Даже 100 дней, по-моему, не прошло еще на следующей неделе, то есть этот срок 100 дней будет. Но если вот говорить про бюджет города, я понимаю, что все-таки государство еще отщепнуло кусок достаточно увесистый в несколько миллионов от бюджета, которые обычно поступали, и все это создает вот это, насколько проблемы уменьшения, я понимаю, поступлений и от того, что практически хозяйственная деятельность в городе прекращается. Ну, да. Ну, кризис, кризис не только там в каких-то отраслях, кризис и, конечно, в госбюджетах и публичных бюджетах, в том числе и в бюджете Рижской Думы. Да, ситуация сложная. Но пандемия, вы понимаете, тоже, это не только государственная проблема, не только правительственная проблема. Это проблема всего публичного сектора в том числе. И в этом ситуации, я считаю, что очень хорошо, что руководство Думы и руководство правительства, если так можно сказать, не воюет между собой, да, а ищет просто решение, а не политически воюет. Потому что если бы это случилось, было бы намного-намного хуже, потому что решения же не были лучше, просто была такая большая политическая суета насчет этого публичной. В этом аспекте, я думаю, что ситуация хорошая, что там, в принципе, коллеги, которые там, если так можно сказать, друг другу готовы помочь с решением и бюджетных, и политических вопросов, да. Удастся ли? Это вопрос, и нужно смотреть, ответ на этот вопрос нужно искать и в том, насколько долго может этот кризис затянуться экономически, да. Мы, с одной стороны, говорим о пандемии, а вот другой вопрос, а после того, насколько долго еще кризис, ну, например, там все провакцинируемся, вирус пропадет и так далее, насколько быстро вернется традиция, такая инерция там ехать куда-то и к нам приезжать, да, туризм насколько быстро вернется, да. Это еще нигде не сказано, что на следующий день после того, как закончится пандемия. И это уже вопрос сроков экономического кризиса, да. И так что я думаю, что у нас довольно-довольно серьезное и сложное время впереди, да. Это не вопрос пару месяцев, к сожалению. Ну, вот такой, получается, немножко мрачный прогноз на 2021 год, хотя многие очень надеялись на то, что он будет легче. У нас просто уже почти осталась одна минутка, вот подводя... Я думаю, что мы будем выходить. В 2022 году мы будем выходить из кризиса. Ну, я хочу быть честным, и я уверен, что это не будет такой момент, момент, не знаю, там, хопс, и все закончилось. Это будет дорога. Я надеюсь, что не слишком долго. Но вот, кстати, господин Янов, смотрите, вы сейчас, получается, подставляетесь, потому что чаще всего политики любят все изображать более в розовом цвете, потому что политик, который, может быть, говорит откровенно о проблемах, он, ну, по-русски, можно сказать, подставляется, потому что выбиратели, может быть, ждут, что он скажет, все будет здорово, а затем скажет, упс, не получилось, извините, но это была, типа, не моя вина. Вот говоря, насколько много политиков в нашей стране, которые готовы сказать, что да, будут тяжелые времена, мы должны их пройти? Я думаю, что маловато, потому что это такой естественный инстинкт политика, да, говорить хорошие и приятные вещи. С другой стороны, ну, нужно и объективно смотреть на ситуацию, да, я все-таки верю в того, что лучше, ну, это, знаете, как у доктора, да, там тоже разные подходы у медиков бывают, да, один, все будет хорошо и так далее, другой говорит, ситуация серьезная, все может быть хорошо, но ты должен делать то, 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 жестко там все соблюдать и так далее, да, это такой подход. Я уверен, что ситуация начнет улучшаться в этом году, в этом я уверен, ну, точно, на 100%, я верю в вакцину, я верю в ситуацию, которая сейчас началась, что она выводит из кризиса пандемии, но нужно понять, что с экономическим кризисом мы будем бороться еще какое-то время. Закончится ли это до лета? Я уверен, что нет. Может ли этот экономический кризис, в принципе, закончится в 2021 году? Я думаю, что да, и уже 22-й год мы можем найти уже в таком хорошем экономическом темпе роста, да. В это я верю. Но закончится ли это уже все к лету? Я думаю, что нет, это будет еще трудное лето, особенно для экономики. Ну что ж, такой вот прогноз от члена правления партии для развития Латвии, Эдгар Сьяунумс, был с нами на прямой связи. Спасибо большое, господин Яунумс, хорошего вам дня, до свидания. До свидания.